Продолжение следует... Когда-то меня саму трижды направляли на аборт, и я стояла перед этим страшным выбором. Я сохранила все свои беременности и стала счастливой мамой. Теперь каждую неделю в прямом эфире я с командой единомышленников помогаю вам сохранить вашу беременность. Мы с вами все 9 месяцев и даже больше. Вы можете писать к нам в программу и оставлять свои сообщения у нас на сайте. И мы ждем ваши письма и звонки прямо сейчас. Ну что же, дорогие друзья, наши телезрители и наши гости, всем здравствуйте. Кто-то первый раз у нас, кто-то уже далеко не первый. Отец Артемий, вот у нас сегодня первый раз. Да, и так. Добро пожаловать. И Марина тоже. Спасибо. Ну что же, наша программа посвящена в первую очередь женщинам, которые сомневаются, есть у них определенные страхи. Ну мне кажется, ну вот я сама как женщина, которая прошла через 4 беременности, могу сказать, что первый, что четвертый ребенок всегда это в новинку. Всегда что-то меняется. Гормональный фон у тебя нестабильный, ты боишься. И к нам очень много писем приходит от женщин, которые так или иначе столкнулись с приемом алкоголя во время зачатия, с тем, что муж пьет. И еще много разных других проблем. Я бы хотела сейчас вопросы, которые приходят переадресовать вам, как экспертам, да. Мы никогда не направляем на аборт, это очевидно. Но мне бы хотелось, чтобы мы не просто как бы отвечали, что ну да, просто нужно рожать, а как-то вот разобраться в теме и понять, насколько алкоголь несет такое пагубное воздействие. И как быть, если все-таки какие-то ошибки допущены. Нашу программу я начну, ну как и всегда начинаю, с письма. Женщина к нам написала про то, что муж пьет. Она так и пишет. Муж пьет, а я беременна. Не знаю, оставлять ли ребенка. Мне страшно, вдруг родиться нездоровый. Отец Артемий, вы темой алкоголизма занимаетесь практически профессионально, да? Ну, можно так сказать, да. Это одно из направлений моего служения. Ну, отчасти да. Надо сказать, что я не получал образование по этой специальности, а пришел, так сказать, ну, судьбами божьими. То есть начал заниматься по факту, когда столкнулся и с проблемами, с тем, что проблема очень распространена. А также, отчасти, проживая собственные дисфункции, потому что, помогая другим, помогаешь себе. Я тоже выходя из нездоровой семьи. Собственно, вот личная инициатива, личная мотивация меня привела в эту тематику. Вот наша женщина, она боится, пьет муж, да? Она боится, что из-за того, что супруг употребляет алкоголь, видимо, много, родится ребенок с какими-то патологиями. Такое может быть? Что ей делать? Ну, честно говоря, ключевое слово, мне кажется, в вашем вопросе, точнее, в вопросе этой женщины, что она боится. Вот ключевые решения, рожать ребенка или не рожать, это решение стратегической важности. Принимать такие решения на основании страха крайне неблагоприятно. Как правило, страх нас толкает на неверные шаги. И известно, если посмотрим святых отцов, а скетическую литературу, что страхом очень часто действуют на нас именно падшие духи. Господь действует другими способами на человека. Он призывает, он вдохновляет. И вопрос, если я боюсь что-то сделать, и я это не делаю в итоге из-за страха, как правило, последствия будут негативные. А что бы вы посоветовали ей? Дело в том, что сейчас у нее острая критическая ситуация. Да, рожать, не рожать. Есть опасность, есть определенный риск. И надо сказать, что именно в этой ситуации у нее самые благоприятные условия, чтобы начать глубокое стратегическое развитие. Дело в том, что вопрос пьющей семьи, муж, который пьет, это вопрос не вчера начался. Это вопрос много лет. Эта женщина, скорее всего, выходит из подобной семьи. Это тянулось многие годы. И вот сегодня у нее, наконец, появляется острая внешняя ситуация, которая подвигает ее к решительному шагу. И вот есть возможность сейчас именно разобраться, познакомиться с психологами, познакомиться с наркологами, может быть, семейными терапевтами, и начать эту творческую прогулку, этот путь интересный вместе с Богом и вместе, конечно, с маленьким этим чудом, которого Господь ей пошлет. Удивительно. Вы такой акцент расставили, Марин. Посмотрите, получается, что вот она сейчас беременна. Ну, очевидно, что мы советуем ей сохранить беременность. Тут как бы сомнений не должно быть. Но ведь если она не начнет работу над собой, то этот ребенок, он, скорее всего, такой же сценарий будет, как у родителей, в своей жизни применять. Он тоже может страдать алкоголизмом. Поэтому важно не только ребенка родить, но и воспитать особенно. Правильно? Я в профессии 45 лет. И я считаю, что, так сказать, дети – это заложники семьи, членов семьи. И второе правило для меня – это наши близкие нам помогают либо пить или не пить. То есть родиться ребенку однозначно. Господь дает детей, и, так сказать, может быть, такой возможности больше не представится. А вот работа с мужем обязательно необходима. Потому что уже доказана наука, что дети внутриутровно получают эту тревогу, которую переживает мать во время беременности. И есть все шансы сегодня у этой женщины действительно начать эту новую жизнь. И воспитать своего ребенка, сделать его счастливым, в конце концов, а не быть заложникам таких ужасных отношений. Спасибо, Марина. Ирина, смотрите, мы говорим о том, что тревога куда страшнее, нежели в состоянии беременности, сам алкоголь. Потому что, наверное, плацента все-таки есть. Она ограничивает алкоголь от ребенка. А вот тревога, она более пагубно влияет. Да, разумеется. То есть я уже много лет работаю как реабилитолог с детьми. И сталкиваемся с таким функциональным диагнозом, как функциональное недоразвитие ствола головного мозга. И, как правило, вот это мы говорим о тонус матки, гипоксия в первые 12 недель беременности. А это чаще всего и связано как раз с тревогами. Отсюда мы имеем угрозы. И говоря вот об этом случае, надо сказать, что когда мы говорим о том, что плацента отделяет от алкоголя, мы скорее имеем в виду материнский алкоголизм. Потому что муж пьет, то есть максимум, что было воздействие, это при зачатии. А дальше уже есть психологический момент, как действительно сказали правильно эксперты, во что это выльется в будущем. Станет ли этот ребенок, пойдет ли по такому же сценарию. И есть момент физиологический, вот то, что называют фитальным алкогольным синдромом, это то, как раз чего и боятся многие мамы. Это патология уже плода ребенка на фоне приема алкоголя. Это когда кто пьет? Мама. Именно когда мама пьет, да? И там, конечно, страшные последствия. А последствия могут быть страшные, то есть умственная отсталость, она в большинстве случаев, вероятно. Но здесь надо понимать, что если мама выпила во время зачатия и узнав, что она беременная, больше не пьет, то риск есть, но он не настолько велик, как если она пьет всю беременность. Потому что в среднем, вот по статистике, да, по медицинской, от двух до четырех недель формируется внутриутробная зависимость на фоне постоянного приема алкоголя. То есть если мама сразу прекращает, то у нас есть шанс, что все-таки минимизируется количество последствий. Александр, вот мы обсуждаем, тема-то вообще серьезная, да? Конечно, конечно. И среди музыкантов вообще эта проблема, она же далеко не редкая, да? Вот смотрите, что тут, я даже не знаю, что тут страшнее, тревога или вот пьющий мужчина, который может такой сценарий заложить? Наташа, ну вы понимаете, это история не только музыкантов, а в нашей северной стране она такая, знаете, с традициями. А в недавнем прошлом, это, знаете ли, первую зарплату давайте пропьем, поговорки такие, да? Да, 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 правда. Кто не пьет, не играет в футбол, значит, это вот такое, знаете, юмористы как шутили. Сейчас они поменьше шутят, потому что у нас, слава богу, так сказать... Да шутились. Мы вступили в эпоху фитнеса и не пьющий глава страны, а в недавнем просто были кардинально другие, так сказать, да? Ну, я к тому, что говорю, что к этому нужно относиться как к некоторой данностью, с которой нужно бороться. И вот если есть возможность вот взять себя в руки, вот я обращаюсь к человеку, который, так сказать, если находится в этой странном тяжелом ситуации, да, алкогольной, так сказать, зависимости, вот попробуйте так. Если нет, ну давайте все-таки мы живем не в лесу и 21 век, врачи, наркологические службы. Вот главное согласиться, сделать, протянуть в руке навстречу шаг. Вообще, правильно вот сейчас прозвучало имя нашего президента, я недавно ролик такой видела, где сидит наш президент и рядом с ним какие-то чиновники, военные. Это, ну, старый достаточно ролик, не знаю, больше 10 лет. И вроде бы там все говорят тост, и встают президенты, и он говорит такие очень важные, серьезные слова, в отличие от компании, которые вроде как кто-то смеется, что-то. И он отставляет рюмку и говорит, что пить мы будем, то когда у нас будут победы. И вот это, честно говоря, всю компанию так вот по струнке собрало, все так раз, выпрямились и поняли, что серьезный разговор. Нам есть кого брать пример. Да, это правда. Мы продолжаем отвечать на вопросы наших телезрителей. Помогите, пожалуйста, у меня выпивает жена. Не каждый день, но бывает так, что по три дня пьет, хотя прошу ее этого не делать. Хочу детей, люблю ее, хотели поехать в какой-то храм или святое место, чтобы ей помогли. Как это сделать? Она крещена, Ксения. Вот, теперь такой у нас вопрос про кому молиться, как часто пишут наши телезрители, куда ехать, что делать. И что делать с женой, которая периодически, но пьет? Отец Артемий. Ну, я могу сказать только свое мнение, разумеется, тема очень широкая, очень большая, ее нужно обсуждать с разными специалистами. Но если вопрос задает муж, то только у него есть какие-то рычаги, чтобы на ситуацию повлиять. Семья – это сложная система, очень непредсказуемая, очень многогранная. И, к сожалению, повлиять на супругу невозможно. У нее какая-то есть глубинная боль, какая-то рана, что ее подталкивает эту боль заглушать – непонятно. И этому супругу предстоит, раз он выбрал такую спутницу жизни, такую подругу, предстоит ее изучить, ее как личность познать, что у нее болит, что ей не дает просто радоваться жизни. Но начинать нужно ему себя, разобраться, почему он выбрал именно такого спутника для начала, как фигуру матери изучить, может быть, изучить свои предпочтения. Почему его привлекала такая девушка, потенциально зависимая? Вот удивительно, как все связано в семье, и оказывается, ты спутника жизни ищешь, исходя из каких-то семейных проблем, да? Подскажите, Марин, да. Могу сказать следующее, что я не совсем согласна с тем, что это как бы вот муж выбрал жену, и все, все можно изменить. Измениться может сам человек, когда он захочет. Ну, не жену же менять-то. Слушайте, ну я вам еще раз говорю. Можно я скажу, вот можно я договорю? Потому что в любых ситуациях, в любых отношениях есть мои ошибки, есть ваши ошибки. Пусть моих будет 90%, а ваших 10%. И решать вам надо не мои 90% с пользой для дела, а свои 10%. Поэтому вот такая семья, ей необходимо и полезно прийти на прием, например, ко мне, психотерапевту, чтобы все как бы расставить все по местам. Потому что алкоголизм это не просто аддикция, это зависимость, это часть личности, и болезни там достаточно. И в этом разбираться может только врач. И кроме того, вот на мою группу часто приходят люди, у которых вообще нет семью. У меня вот есть такой молодой человек, который ежемесячно находился в стационаре, а сегодня он женат, он не пьет около 10 лет. Абсолютные трезвости. Вот на группу прийти достаточно с людьми, которые тебя просто поддерживают. Потому что в этой ситуации надо разбираться и с мужем, и с женой. И в этом-то, повторяю, только как бы помочь может врач. Ну вот этот наш телезритель, его Сергей зовут, я читаю, он может к вам обратиться? Конечно. Мы можем обменяться телефонами, чтобы вот прям ему конкретно начать. Конечно, да. Да, сможете? Спасибо большое. Спасибо. Ирина, а вы согласны, да, действительно надо лечить и супруга, и супругу? Это созависимость получается? Да, я согласна и с отцом Артемием, здесь и с Мариной, потому что, ну всегда же говорят, что рядом с любым зависимым человеком находится созависимый родственник или друг. Да, то есть они вот, ну вместе всегда, эти два качества, и зависимость, и созависимость. И поэтому мы же не осознаем, когда мы начинаем провоцировать людей. Вот, а правильно совершенно было сказано, что у нас поговорки, еще что-то. Вот сколько раз я слышала, когда жена может рыдать на отрезвую, что муж пьет много лет, да, но при этом шутить, что, ой, ты после пива лучше в машину водишь, чем на отрезвую голову. Да, да, и она не осознает, что это провокация. А случайно оставленное там вино, когда гости приглашаются, да, зная, что у человека зависимость. Ну то есть какие-то вот эти вещи, которые для нас естественны, но мы не понимаем, что это провокация. И действительно здесь нужно разбираться с специалистом. Надо контролировать и себя в первую очередь. В первую очередь, да, чтобы мы не были провокаторами сами для своих же близких. Да, есть о чем подумать. Друзья, у нас небольшая пауза, мы подумаем, и вы можете позвонить, задать свои вопросы или написать к нам, мы будем обязательно помогать. Не переключайте. Это прямая линия жизни, первая в истории российского, да и, наверное, мирового телевидения антиабортная программа. Мы спасаем от абортов, помогаем мамам и папам быть счастливыми. Поэтому ничего не бойтесь, звоните к нам, мы будем помогать. И помогаем не только словом, но и делом. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем, кто до нас дозвонился. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Наталья. Я хотела бы вас спросить. Я беременна, но когда я употребляла алкоголь, я об этом не знала. Ну, там было совсем немного, но сам факт того, что я пила, меня очень обручает. Я очень волнуюсь, как это отразить на ребенке. А какой срок у вас? Десять недель. Десять недель. Понятно. Спасибо большое, что позвонили. Будем разбирать ситуацию. Очень частая ситуация. Часто пишут, звонят именно с таким вопросом. Ирина, наверное, к вам вопрос. Вот на каком сроке что формируется? Вот первый триместр, когда все страхи, да, в Новый год так бывает. Кстати, очень большой процент беременности именно в Новый год. Что делать? Ты узнал, что ты пил шампанское, вино? Хотя, в принципе, ты, может, раз в год алкоголь употребляешь, да? Но ты узнал, что ты беременна. Что происходит в этот момент с ребенком? Ну, здесь надо, опять-таки, понимать, если человек страдает алкоголизмом, или она просто изредка немного выпивала? Да, мы исходим из звонка. Она употребила именно вот в тот момент, когда забеременела. Обычно она не пьет. Вот насколько вот по практике, да, можно сказать, здесь риски небольшие. То есть если человек не страдает алкоголизмом, то, ну, максимум, мы можем столкнуться с гиперактивностью ребенка, с задержкой речи у ребенка в будущем. И то не факт, да, если мама все сделает правильно в первый год жизни ребенка. Просто единственное, что нужно здесь учесть, что если есть риск каких-то гипоксий и недоразвития до первого триместра, то после рождения ребенка просто периодически показывать специалистам и отслеживать вот эти вот этапы развития ребенка на каждом месяце жизни. Вот все-таки, если это первый триместр до 12 недели, если это не единоразовое употребление алкоголя, а на протяжении трех месяцев периодически, ну, не знаю, там, раз в неделю, ну, все-таки там в компании в какой-то женщина выпивала, все-таки риски есть? Риски есть. Когда мать пьющая, знаете, говорят в народе, когда пьет пава, отец, мужчина, горит один угол дома. Когда пьет женщина, горит весь дом. Когда женщина употребляет, есть риски. Поэтому, как только женщина узнала и желает, как бы, счастья своего ребенка, она должна прекратить в сей же момент, в этот момент. А дальше, действительно, уповать на Бога, молиться, ходить ко врачу, вести трезвый образ жизни, и чтобы семья ее была тоже трезвая. Потому что я вам говорю, что дети – это заложники семейных отношений. И это очень важно. А давайте так, за какой срок, за какое время нужно готовиться к беременности? За месяц, вот именно к зачатию, да, ответственно подойти? За месяц, за два, за полгода. Ограничится вообще алкоголь. Специалисты рекомендуют за полгода прекращать курить и употреблять алкоголь. Но здесь мы говорим о том, что если супруги не склонны к алкоголизму и к употреблению много и часто, даже если не стоит такой диагноз, то минимум за три месяца нужно. Девочки, от всего отказываемся, потому что на кону жизни вашего ребенка и его жизни. Вы, понимаете, родите, а потом человек вырастет. И он будет же с этим жить, ну как-то надо подумать, уж девять месяцев хотя бы можно отказаться. О том, как можно преодолеть этот недуг, в нашем следующем материале. Давайте посмотрим. Об этой проблеме трудно говорить. Признаться, что твой близкий или ты страдаешь алкогольной зависимостью равносильно подвигу. Еще сложнее сделать шаг и попросить о помощи. Протеерей Сергий Попов, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Апалихе, понимая, сколько людей реально нуждается в поддержке лечения, в своем приходе организовал помощь тем, у которых зло пьянство украло главное – семью, здоровье, саму жизнь. Вот за эти годы я выявил, скажем так, несколько принципов, таких ступенечек, пунктов, как же обрести трезвость. Первое – это, безусловно, понять, принять то, что у тебя есть проблема. Второе – очень важное. Важно захотеть, иметь желание что-то в своей жизни менять. Настрой. Без этого никак. Третье – очень важно никогда не оставаться одному. Как правило, чаще всего люди, мы все немощны и нуждаемся в поддержке. Твердый пункт, уже когда люди, особенно люди невоцерковленные, или еще, ну, вот как-то с детства вопрос веры, молитвы у них был не основной, это, конечно, обращение к Богу-то, да, вот те богослужения, которые мы совершаем, те общие молитвы, недарм же говорится, без Бога не до порога. И пятое, что очень важно, когда человек уже обрел новое радостное состояние души, тела, обрел трезвость, живет, ему это нравится, он ощущает в этом смысл жизни своей, полноту. Ну, безусловно, нужно этим опытом, что сделать, поделиться с кем-то, да, не скрывать этот дар, этот талант, дар Божий. Мало просто выслушать человека. Важно с каждым установить теплые доверительные отношения, не осудить и не оттолкнуть, а помочь, и прежде всего, духовно. Отец Сергий организовал церковный клуб трезвости. Это люди, объединенные общей бедой, которые через любовь, через веру в Бога преодолели страшную зависимость и стали семьей. Юля чуть не потеряла любимого мужа. Храм, отец Сергий стали последней инстанцией. Пришла я в клуб по причине зависимости своего супруга от алкоголя. Супруг попал в тяжелую аварию, и по прогнозам врачей, он должен был просто умереть. И чудом Божиим он остался жив, он живет. Благодарю Богу за то, что он жив, что он с нами. И как раз в тот момент я поняла, как бы это было последней такой каплей, я понимала, что мой родной, близкий, любимый человек мог оказаться там по этой причине, он мог просто умереть. И для меня было страшно, как для человека воцерковленного, верующего, что он мог умереть вот такой смертью. С первого же посещения я почувствовала, знаете, такую вот теплоту, вот такое добро, такую искренность человеческую. И что было важно для меня, что не было никакого такого какого-то давления, то, что я должна была как бы сама прорабатывать там какие-то моменты. И что мне понравилось, что я должна была сама, в общем, работать, сама стремиться, не менять там своего супруга, что часто я делала. Начала трудиться над собой. Вот, в клубе я уже более пяти лет. Я приняла обет трезвости. И вижу плоды этого решения, ну, как бы вот этого серьезного такого шага. Максим вспоминает, что зависимость была такова, что он был готов бросить больного простудой ребенка и уйти за своим псевдогормоном радости. У меня была проблема употребления психоактивных веществ. Какое-то время я ее старался игнорировать. Максимально игнорировал. Но дальше наступил такой момент, когда игнорировать больше было нельзя. Бог все-таки вывел меня на то, что я сам заинтересовался этой общиной, этим клубом. Трудности были на каждом шагу, были какие-то определенные моменты, то есть все потихонечку. Но здесь требовалось мое желание борьбы с моей зависимостью и обращением к Богу. Общался с Сом Сергием, стал посещать встречи клуба, слушал мнения, слушал опыт тех людей, у кого получилось побороться с зависимостью. Пришла гармония в семью, мы живем очень дружно. Если даже у нас возникают какие-то несогласия между собой, мы их легко решаем. То есть таких каких-то острых проблем не стало. Алексей, музыкант, работающий в лучших коллективах Москвы, в какой-то момент тоже чуть не остался и без близких, и без любимой профессии. Это уже, можно сказать, край был, потому что после сотен попыток бросить, когда я сам думал, что я смогу это сделать сам, но у меня ничего не получалось, когда уже начальник уже было такое, что что делать. И тогда уже начал задуматься, я нашел здесь Бога, потому что без него я бы не справился. Ты понял, что цены – это твоя семья, твои дети, ответственность перед ними, то, что есть какие-то вещи, может быть, важные, как я понимаю, но есть семья. Я так хотел ее сохранить. Мы невероятно признательны нашим героям за откровенность. Сейчас они рассказывают о том, каким реальным кошмаром была их прошлая жизнь с целью помочь другим и предостеречь от этой беды. Но именно то, что вся работа по восстановлению дороги к новой жизни происходила в храме и с окормлением духовника, привели к результату. Церковный клуб – это и пост, и праздники вместе, и понимание, и поддержка, и счастье, когда из горячих напитков только чай, а в душе – мир и радость. А вернув себя в свою семью, можно задуматься и об ее пополнении. Мария Чугреева, Максим Фоменко, Юрий Барковский, Телеканал «Спас». Ну и вообще хотелось бы, конечно, отметить, что наш телеканал, Телеканал «Спас» очень многое делает для того, чтобы побороть свои страсти. И у нас есть отдельная программа, называется «12». Мы показываем людей, которые с нами, вместе с нашей программой, с нашим телеканалом пытаются побороть страсть о алкогольной зависимости. И уже стартовал у нас второй сезон, вы можете каждое воскресенье включить и посмотреть, и, может быть, тоже вступить на такую дорогу своей собственной борьбы. Смотрите программу «12». Ну и мы продолжаем наш эфир, чтобы тоже помочь мамочкам и их мужьям побороть алкогольную зависимость. Я начинаю читать следующее письмо. «Здравствуйте, недавно я узнала, что беременна. Мне 42 года, мой супруг – сильно выпивающий человек. Когда я узнала о беременности, то все мысли были о том, родится ли ребеночек здоровым. У нас старшая дочка инвалид, не ходит, не говорит. Ей 14 лет сейчас. Я думала, что супруг, узнав о беременности, закодируется от алкоголя, чтобы я могла спокойно выносить ребенка. Но этого не случилось. Я была сильно расстроена и пришла к выводу об аборте и разводе с супругом. С этой мыслью я обратилась к гадалке. И она мне сказала, что либо будет выкидыш, или я с ума сойду, если рожу нездорового ребенка. Я знаю, что это грех. После раздумий я решила рожать. Хотя муж так и продолжает выпивать спиртное. Скажите, вы бы отпустили мне этот грех? Ну, в общем, тут все. Тут и гадалка, тут и желание сделать аборт. Но женщина беременна сейчас. И выпивающий супруг, давайте помогать. Отец Артемий, ну что делать? Я бы хотел сказать, что мне сейчас вспоминаются слова из Псалтири. И псалмопевец там говорит о евреях, которые ходили 40 лет по пустыне и так не поняли, что их водила рука Божия. Вот пустыня – известный образ нашей жизни. Там приходится порой и туго в этой жизни. Но мне кажется, эта женщина, почему она несчастна, на мой взгляд, она не видит большого радостного события, которое грядет к ней на фоне каких-то мелких, совершенно таких вот бытовых проблем. То, что муж пьет, опять-таки, не вчера он пил, начал пить, и она не вчера с ним вышла замуж. И вот в ее жизнь приходит большая радостная новость. И Бог ей доверяет ребенка. Начинается новая история. И сейчас нужно, наоборот, ей сосредоточиться на этой радостной новости. Бог посетил ее. Это открытие новой истории, нового сюжета. И это, слава Богу, на фоне этой радости меркнет все, абсолютно все вот эти негативные бытовые мелочи. Ну, это возможность от Бога проявить его. Испытание, такой экзамен, его нужно пройти. А женщина идет к гадалке. Мы все ошибаемся. Вы знаете, если посмотреть на человека, который зачал ребенка, выносил, родил, его воспитал, и чтобы он не ошибался, этого не бывает. Мы все ошибаемся. Скажите, насколько важно все-таки сейчас, после этой ошибки, сходила женщина к гадалке, вот все-таки покаяться, дойти до храма, больше так не делать? Гораздо опаснее, я бы сказал, сейчас то, что она себя накручивает, какой она страшный грех совершила. Да, ошиблась по недопониманию. Но она не проклята, она, так сказать, неотвержена. У нее все впереди. Покаялась и забыла, и никогда об этом не вспоминает. И все будет хорошо. Ну, давайте мы акцентируемся, что это все-таки возможность, это посещение Бога, и ждем рождения ребенка. Мы вас поздравляем. Вы скоро станете второй раз мамой. Мы с вами. Давайте на время небольшой нашей паузы мы помолимся за эту женщину, хоть я и не знаю ее имя, но все сейчас объединимся в молитве. Пусть у вас все получится. Не переключайтесь. Это снова прямая линия жизни. Мы помогаем вам сохранить вашу беременность. Есть еще одна проблема. Супруг пьет. И состояние алкогольного опьянения поднимает на супругу руку. Она в положении. Она боится того, что муж будет поднимать руку на ребенка, идет и делает аборт. Это очень частая проблема. И в нашу программу с этим пишут. Что делать? Отец Артемий, давайте с вас. Спасибо за доверие, Наталья. Вы знаете, опять-таки, есть проблема семейная, и тут без специалиста не обойтись. Тут я бы порекомендовал женщине, у которой есть такой страх, обратиться прежде всего к священнику, поисповедаться. Обратиться к семейному терапевту, обратиться к индивидуальному терапевту. Чего именно она боится? Убедиться, что риски не столь велики на самом деле. Что напротив отказаться от этой энергии страха, переключиться на энергию надежды, принять какие-то конкретные меры по предотвращению этой опасности, в конце концов. Построить границы с супругом. Это все, конечно, требует работы системной, работы с основой на экспертность. То есть, у самана, скорее всего, может не разобраться. Однако, все это решаемо, опять-таки. Решаемо. И с Божьей помощью нужно идти и менять эту ситуацию. Ну, мы не забываем, что, конечно, бывают такие ужасные ситуации, в которые нужно вмешиваться. И женщина, которая абсолютно уязвима в этот момент, не защищена, она может прийти в дом для мамы. У нас в России 78 центров для мамы в разных регионах. Просто знайте, что вы можете найти дом для мамы в своем городе, прийти туда, в любое время дня и ночи вас примут, и вы со своим ребеночком там будете в безопасности. Ирина, вы же знаете, что есть такие женщины, которые укрываются в домах для мамы, несмотря на то, что дома фактически для нее сейчас не существует. Да, более того, я могу сказать, дом для мамы я рекомендовала трем своим пациенткам, которые действительно находились вот в этой ситуации, когда мужья и до беременности были агрессивны, а здесь и били по животу. Ну, то есть не просто пил, да, а именно... Чтобы выкидываться, был риск для ребенка большой. Вот, и сейчас вот все трое детишек родились благополучно. Знаете, у нас тоже была такая история, где мужчина завел любовницу, именно любовница избила, вот как бы, супругу этого мужчины, чтобы произошел выкидыш. И она попала в больницу с гематомами на животе, на руке. И потом, будучи в больнице, от нее отказалась даже собственная мать. Ей некуда было выписываться из больницы. Представляете, какие случаи? Вот все-таки дом для мамы – это настоящее убежище. И нельзя это игнорировать и ни в коем случае не делать аборт, потому что это абсолютно не выход из ситуации. Ведь агрессия и насилие в семье останутся, но у вас еще не будет ребенка. Идем дальше. Следующее письмо. Здравствуйте. Что можно сказать подруге, которая пошла на аборт? Подруга пошла на аборт. Верующая женщина. Семья верующая, но были против. Она думала, я уговаривала не делать, но это совершилось. Какие слова теперь найти, как помочь? Александр, вот читаешь и даже не понимаешь. Вроде семья верующая. Ну, жизнь прожить не поле перейти, поэтому... И вообще, конечно, в сложные минуты... Мы такая страна, нам из уст в уста. Но мы должны все воочию сами увидеть. И вот в этой ситуации иногда твои близкие друзья, я не знаю, одноклассники, да, вот именно... И родственной круг, безусловно. Вот они могут прийти на помощь. Вот она спрашивает, что... Вот как помочь? Сочувствуем, прежде всего. Сочувствуем. Да, это боль, с которой человек будет преследовать определенный этап. Но, может быть, следующая беременность, которая будет сохранена, даст ей какой-то момент в жизни, если по этому письму судить. А что тут еще касается... Знаете, вот муж бьет в этой самой семье. Ну, вот раньше, так сказать, на пороки там брали такие семьи. Вот я человек давнешний, отчасти старорежимный, да, застал в союзные времена. Вот где наши сейчас добрые, эти, анискиные, умные, которые придут в дом и скажут, что ты тут творишь-то, мой дорогой? Вот это тоже мы должны этот вопрос поднимать, потому что, если, вот, то же самое сигнал, как вот Раиша говорит, поступил сигнал, вот не лишний проведать такую семью, вот от лица власти, понимаете, прийти и погрозить, так сказать. Слушайте, а вот помните эту шикарную историю отец Дмитрия Смирнов, который приходил в семью, где там семья на грани развода уже, мужчина там не проявляет свои мужские качества, и отец Дмитрий прям кулаком забивал гвоздь, показывая, что мужчина должен быть мужчиной, да? Вот не хватает все-таки таких вот людей в нашей жизни, на которых равняться. Марина, но все-таки аборт-то произошел, конечно, на этом жизнь не заканчивается, мы сказали, но ведь у этого ребенка эта жизнь закончилась, очень сложно начать жить дальше. Как это сделать? Как, если вот человек так сильно переживает за это? И даже близкие переживают за это? Я думаю, что принимает решение о рождении ребенка, должна принимать женщина, потому что у нас есть такие добрые люди, которые дают советы, а ответственности за это не несут. И в этой ситуации, конечно, есть только два человека. Папа нужен ребенку будущему так же, как нужна мама. И нужной женщине в этот момент, может быть, посоветоваться действительно со специалистом, когда нам все это прошло уже, и на будущее, потому что так оставлять нельзя. Я знаю другое. Когда приходят женщины, которые говорят, что их избивают, я все время спрашиваю. Это же не первый раз? Они говорят, да. То есть, когда это первый звонок, на тебя только подняли руку, надо сразу как бы выяснять эти отношения. Потому что это бывает, извините, не просто случайность, это бывает болезнь. Поэтому в этом надо тоже разбираться. А как же бьет, значит, любит. У нас много чего говорят. Ну, русские женщины не такие терпеливые. У нас ментальность такая. Мы все прощаем. Любят иногда не за что-то, а вопреки чему-то. Бывает, устроить, так сказать, семейной жизни бывает вот такое, и тем не менее, я знаю примеры, когда вот просто семья была вот, а потом вот этому бьющему и, так сказать, спускающему руки стало плохо. И он заканчивал свою жизнь, так сказать, прикованную кровь. И вот эта жена, которая была уже в разводе, ухаживала за ним. Понимаете, это просто для меня пример вот высочайшего подвига этой женщины. И так далее, и так далее. Ну, знаете, у меня был пример, можно я поделюсь? У меня был пример, я очень поздно стал, так сказать, родителем. Моя дочка родилась, когда я уже у меня был 37 лет, с моей женой, с Катюшкой. И у меня, одна моя знакомая, она мне позвонила, говорит, знаешь, у меня новая любовь, и меня предали. И вначале он мне обещал, что ты, а теперь ты, и я, говорит, встаю на пороге. Встать мне снова мама или не стать? Потому что, первый мой муж, он тоже куда-то там свистел, значит, другую сторону. И, она говорит, за что же мне такое наказание? Второго, сказать, поднимать одной. И я был растерян от этого телефонного звонка. И я вот, что я мог сказать, как вот недавний папа, я говорю, знаешь, я бы тебе посоветовал все-таки сохранить. Вот прям, я бы тебе посоветовал. И вот сейчас прошло уже, по-моему, лет 16, она говорит, девочка зовут Маши, да? Она говорит, Саша, я так тебе благодарна. Вот я все каким чудесным образом устроилась. Слушайте, ну я знаю историю как раз рождения вашего ребенка в 37 лет вашего. Вы не такой уж эгоист. Вы полгода готовились к рождению. Нет, нет, нет. Я ответственный человек. Я родился в нормальной семье. Расскажите, как вы решили это? что я крестьянский внук, и вот это понимание, что такое дети в семье, это мне, так сказать, досталось наследство от моих родителей, им от моего дедушки и так далее, и так далее. естественно, я, так сказать, был готов. И что я сделал? Я сделал паузу вот в своих, так сказать, наклонностях, да? Не можешь сам обратиться к доктору. То есть я обратился к наркологу, и это говорю для тех, кому это поможет. Я говорю совершенно откровенно, чтобы это было услышано. Понимаете? Вот кто вот... И на полгодика я, так сказать, вот то, что называется, вот, прочистился, там, кровь, там, ну, таким грубым языком, не медицинским говоря. Вот. И у меня была уже какая-то более ответственность, понимаете? То есть я, так сказать, вот. И жена, которая досталась в подразуманном состоянии, вот она видит, что парень-то из-под наисправления стал, естественно, она с удовольствием сказала, так, я тебя поддержу, сейчас мы, говорит, сам. Вот. Сейчас мы нашему ребенку 20 лет, вот не нарадуюсь. Александр, мне кажется, вы привели прекрасный пример того, насколько важно участие другого человека в жизни, в жизни вот того, кто находится в моменте кризиса. Вот вы знаете, мне кажется, многие женщины боятся, и они при боязни ничего не предпринимают. Мне кажется, очень важно куда-то прийти, с кем-то поговорить, убедиться, что проблема не такая страшная. Вот страх, ну, не так страшный черт, как его молюет. Страх, он человека, как бы, ставит в состояние некого такого, ну, он ничего не может сделать. Он как бы, он как скован этим страхом. И вот очень важно такие вот общества, общины, чтобы люди приходили, общались. Оказывается, проблема-то решаема, проблема, вот пшик просто. И когда ты не один, но когда ты один, очень тяжело все переживать. Спасибо. огромное, Саша, и вам большое спасибо за это откровение, потому что вы побуждаете других людей тоже взяться, подключить свою силу воли, наконец, ставить с дивана и начать бороться с пагубными страстями, которые могут наложить последствия уже на ваших детей, на их жизнь и на ваших уже внуков даже. Поэтому это достаточно серьезно, но самое время начать действовать. Это программа «Прямая линия жизни». Сегодня мы обсуждаем тему алкоголь и беременность. не переключайте. «Прямая линия жизни» снова с вами. Время, конечно, сейчас непростое. Мы продолжаем рассказывать о центрах помощи беженцам и о тех людях, к которым можно обратиться в сложные ситуации. Давайте посмотрим наш сегодняшний сюжет. Сюда приезжают семьями и поодиночке. Кто-то потерял близких, лишился жилья. Часто люди приходят в той самой одежде, в которой убегали от обстрелов из разрушенных городов. Центр помощи беженцам. Здесь всех принимают как родных. С обратившимися за помощью работают психологи, волонтеры, социальные работники. Эти неравнодушные люди внимательно относятся к любому, кто пришел за помощью. Ведь за каждым судьба. За каждым трагедия. Вот я никогда не думала, что когда ты находишь какую-то вещь там 98-го размера, там 80-го, ты испытываешь такую радость, что вот ты нашел, ты помог, я нашел такие ботиночки, я нашел вот там, не знаю, такую погремушку. И казалось бы, это мелочь. Но для этих семей это очень значимая и большая ценность. Дети, пережившие войну, это отдельная категория. Они нуждаются в особой заботе и чуткости. У нас был мальчик, который меня покорил. Это был мой первый день работы. Это было в начале мая. Он рисовал Россию. Он рисовал такой вот купол и сказал, что Бог защищает Россию. И я вот прям аж до слез, потому что это было настолько искренне, это настолько было вот даже не описать словами. Волонтер Юлия сама прошла через ужас войны. Ей не нужно объяснять, что такое голод и бомбежка. Вы ехали с города Северодонецк и выезжали уже, скажем так, перебежками между подъездами, километров там 10, если не больше, пешком, для того, чтобы добраться хотя бы куда-нибудь, чтобы влезть в эту машину, скажем так. Уже были бои полностью в черте города, уже было много разрушено. Еще вот все началось в первые дни, а потом все жестче, жестче и жестче. По сути, мой ребенок, она спускалась в подвал, когда двор был, ну вот такой, как за окном. Все прекрасно, все, скажем так, все хорошо, а вышли, это был огромнейший тоже удар и диссонанс тоже для ребенка, когда ты выходишь, везде, везде разруха. И когда уже посмотрел, когда твой ребенок вот кушает кошачий корм, и он последний, и понимаешь, что уже ты либо идешь, либо ты выбираешься, либо тебя там где-то по дороге убьют, либо ты сидишь и остаешься там, умираешь с голоду или тебя просто разносят. В итоге, через несколько дней после того, как мы выехали, наш дом был разбит полностью. Скорее всего, те, кто остались в подвале, остались там. Сейчас Юля помогает другим, подбирает вещи, находит жилье. Сегодня пришла женщина, которая просто дала номер телефона. Она обычный человек, но у нее есть жилье. Она оставила свой номер телефона для того, чтобы просто пустить кого-то пожить. И, соответственно, это для нас огромная помощь. Именно вот такие предложения, они не частые, но они есть. И они всегда держатся, скажем так, в резерве, потому что у нас бывают ситуации, тяжелые случаи, когда люди живут по три дня, по четыре дня, по неделе на вокзале. Но самое главное, волонтеры спасают жизнь уже здесь, в мирном городе. Беременные женщины, приехавшие из зоны военных действий, часто приходят в полном отчаянии и страхе. Они не видят своего будущего. Есть девочки, которые вот у меня сейчас две таких, они сюда приехали и уже здесь узнали, что они беременны. С одной я говорила долго, она пришла, я говорила долго, у нее и так трое деток. Она говорит, я не знаю, что делать. И, скорее всего, я пойду сделаю аборт. Я очень долго с ней разговаривала. Говорила, что тот ребенок, который сейчас растет у нее, это дар Божий. Это реально благословение. Этот ребенок беспослан для того, чтобы ты держалась, чтобы ты не опускала голову. И это новая твоя жизнь. В итоге, эта девочка сейчас находится на 26-й неделе беременности. Я сейчас собираю ей сбор, одежду для беременных. Стараемся поддерживать, поддерживать всем, чем можем. Иногда даже просто разговором. Даже если просто человеку не надо ничего, обычным разговором. Просто посидеть и потом не бросить даже дальше выделить время, которое ты дома проводишь со своим ребенком, либо еще что-то, чтобы хотя бы поддержать чем-нибудь. Мария Чугреева, Максим Фоменко, Ксения Костина, телеканал Спас. Такая борьба за жизнь. Вы представляете, мы сейчас тут сидим и думаем рожать, не рожать. Оттуда приезжают девчонки, которые внутри себя имеют новую жизнь и приезжают полной растерянности. Кто-то борется за эту жизнь, потому что видел смерть, а кто-то боится. И недавно мы из роддом встречали молодую женщину Ирину. Ей 22 года. И в июне этого года она потеряла и мужа, и брата. Брату 29 лет, мужу 27. Они грелись у костра около подъезда. Она плохо себя почувствовала, потому что она была беременна. Она пошла в подъезд и тем самым укрылась от обстрела. И через 20 минут услышала, как упала рядом с подъездом. бомба. И услышала крики. Снаряд попал в супруга, а брат был ранен. Брат умер через 8 часов. Она приехала сюда, тут уже она рожала, мы ее встречали из роддома. И вы знаете, она позитивно настроена, что ли, как это сказать. Она сказала, что я сына Ромой назвала, я говорю, в честь мужа. Она сказала, нет, муж так хотел. и поэтому я ее назвала, как он хотел. В общем, жизнь продолжается. Единственное, что дало ей возможность воспрять духом, этот мальчишка. Отца ребенка звали Никита, теперь это отчество. Вот понимаете, вот такая борьба за жизнь. И, наверное, вот это все, такой контраст понимания, что иногда кто-то из нас идет делать аборт, потому что думает, что шести метров кухни не хватит на еще одного ребенка, нужно подумать о том, что у кого-то нет этой кухни вообще как таковой, и дома нет как такового, но эти девчонки рожают. Отец Артемий, вот это вот праздное уныние, которому мы так подвержены, иногда мы смущаемся алкоголем выпитым на Новый год, а ведь за жизнь-то нужно серьезно бороться, и именно за подаренную нам жизнь мы будем отвечать перед Богом. Наталья, абсолютно с вами согласен. К сожалению, нас сейчас настраивает на то, что жизнь это риски, это опасности, как бы не случилось этого, того, а ведь вообще-то говоря, еще даже наши советские отцы, деды, не будучи верующими христианами, зачастую, жили по-другому. Жизнь это преодоление, это некий творческий поиск, это свершение, кто не построил дом, не вырастил дерево, не родил сына, а лучше трех сыновей, кто как бы не почувствовал вкус этой жизни. Но нас сейчас к этому приучают, может быть, западные ценности, я уж не знаю, кто в этом виноват. Мне кажется, каждый в одиночку отдельно приходит к осознанию, что жизнь это творческие возможности, это возможность вместе с Богом, с другими людьми строить, создавать. Вы создали такую социальную структуру, что это за общество у вас? И могут ли приходить наши телезрители, которые страдают от алкогольной зависимости? Дело в том, я должен поправить, я был одним из соорганизаторов, но я верю, исповедую, что наша структура это община Духа Святаго. То есть каждый выполняет, ну, в общем, любая семья это община Святаго Духа. Любая семья это открытый проект, который невозможно запрограммировать на 20 лет вперед. Это система, которая постоянно мутирует, меняется, и невозможно ничего предсказать. Сегодня твой ребенок ведет себя идеально, через месяц он начинает употреблять, что делать, ну и так далее. И наоборот, сегодня ребенок плохо себя ведет, завтра он становится нобелевским лауреатом. И вот наше общество трезвости это одна из таких общин, семейных общин, где главный ресурс это просто, как сегодня уже говорили, человеческое общение. Это ты можешь просто прийти, выговориться. Порой в семьях наших токсичная атмосфера. Ты хочешь поделиться, но ты привык, что в семье тебя или закрывают рот, или как-то обесценивают, или ты даже сам обесцениваешь, того не понимая. И вот новые навыки семейного общения нужно вырабатывать. Нужно обязательно перемещаться в новую атмосферу без специалиста, без здоровой общины семейной. Это очень сложно сделать. Конечно, если у кого-то есть готовность, кто живет в Москве, приходите, милости просим, наши двери для всех открыты. Куда приходите? Храм Александра Невского Прингемо, Юго-Западное, метро, проспект Лернадского, каждый понедельник, милости просим, двери открыты. Здорово. Обязательно все наши телезрители, милости просим, приходите. Но мне хочется, чтобы мы в конце нашей программы все-таки какие-то слова на пустую сказали тем, кто в тревоге, сомневается. Может быть, это муж пьет, может быть, сама во время зачатия употребила немного. Но я надеюсь, что и вы, и отец Артемий готовы подключаться, если мы будем передавать вам телефон и просить помочь нашему телевому. Безусловно, милости просим, конечно. Это даже для нас не работа, это как, параллельно Марина сказала, хобби, это наша радость. Супер, супер. Это приятие новых членов семьи. Я сразу, если бы такая возможность, давайте я к вам приеду и выступлю с твоим творческим вечером, знаете, в такой небольшой детали. Давайте, хорошо. Считаю стихи, исполню там песни, когда мы с хором споем, выйду ночь в поле с конем. А я вот хочу обратить на внимание, знаете, когда вот формируются, так сказать, люди, которые прошли и знают уже все про этот алкоголь и оставили его в стороночке. И вот трезвое общество встречает Новый год, да? Какие-то, и трезвое, так сказать, это самое, и люди скрывают совершенно по-другому. Понимаете, иногда вот в этом, так сказать, дурмане алкогольном все быстро тухнет. Через 30 минут уже и сказать, ничего, все такие тепленькие, а-ля-ля-ля. А тут-то вот эти, открываются какие-то вот, и какие-то, это вот, нацелись себя на это, мои дорогие, нацелись, как в конце концов сказал Марк Твен, оказывается, не пить так же интересно, как и пить. Вот, классик литературы, даже более интересно. Я тоже веду трезвую жизнь вместе со своими, как бы уже, я не могу сказать, что это пациент, это уже мои друзья. Спасибо. И на этом сообществе я там не врач, я единомышленник. Спасибо вообще за откровение в этом эфире, спасибо, и адреса прозвучали, и мы вот, видно уже, команда, которая уже Новый год запрограммировала вместе. Ирина, мне хочется, чтобы в конце нашей программы все-таки такое напутствие прозвучало, что все-таки алкоголь и беременность несовместимы. Да, хочется в первую очередь, наверное, пожелать женщинам, ну, помимо того, что, разумеется, да, это прописная истина, что мы прекращаем пить, как только мы увидели две полоски на тесте. И что касаемо всех страхов, ну, хочется напомнить, что беременность дает нам невероятные силы, женщине. И женщина даже не представляет, что она может, вот, в этом состоянии, борясь за собственного ребенка. Поэтому очень хочется пожелать все-таки не бояться. Если Бог ребенка дает, когда мы прекратим беременность планировать и начнем все-таки, наконец, воспринимать это как дар Божий, немножечко и поменяется, и страхов-то станет меньше. Если Бог подарок дает, он его и сохраняет для себя. Здорово. Это золотые слова в конце нашей программы. Все-таки счастья не планируют. Ну, если вдруг испугались, а это тоже возможно, потому что в беременность не постоянно гормональный фон, звоните в нашу программу, обязательно будем помогать. И, кстати, в храме Александра Невского при МГИМО мы каждый месяц служим Олебен вифлеемским младенцам. Тоже вас приглашаю. Это «Прямая линия жизни», и мы встретимся с вами через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин